Часто бывает так, когда женщина из страха чаще всего думает, что я вот останусь одна, на что я буду жить. Она впахивается, как бы впрягается в какой-то тяжелый труд, то дальше сценарий развивается очень просто. Ну то есть она истощается на этой работе, становится некрасивой, не нарушаются гормональные функции. И она становится еще бесплодной, еще и одинокой. Ну то есть, потому что такая никому не нужна. Понимаете, она истощается просто на работе, становится никому не нужной. Так называется бизнес-леди. Ну естественно, такие бизнес-леди, они или заводят гражданские браки, потому что крепких отношений заведешь, когда ты истощена. Или просто мать-одоночка. Одно-ночка. Или одиночка. А, одиночка мать. Вот. Вот. Или просто любовница, потому что одно это тяжело. Ну а неженатого мужчину трудно потянуть, потому что он как дикий конь, мустанг, его надо оседлать же. А мужик какой-то, допустим, там уже оседланный, там с ним поразвлекаться просто, перерывы между работами и дальше жить. А по факту получается, что она ему отдает свое тело просто, он ее эксплуатирует, выплевывает потом, когда она истощается. И она так и остается одна всю жизнь. Она не может никого выйти замуж. Становится чувство, собственно, достоинства, естественно, от греховной жизни падает. Женщина становится несчастной, одинокой, начинает курить, ну там и так далее. В общем, идет деградация. То есть, имейте в виду, начало деградации – это предпочтение бизнесу, бизнеса семье. Ну, то есть, если женщина не понимает, что ей надо идти в сторону отношений, двигаться, то есть, любить людей, заботиться обо всей, пирожки печь, дарить всем. Ну, то есть, дарить любовь, ласку, внимание. И чуть-чуть работать для поддержания себя как-то. Чуть-чуть работать. Дарить любовь. Чуть-чуть работать. Такой стиль внутренний должна выбрать одинокая женщина. Если же она выбрала другой стиль, тогда это приведет в конечном счете на долгую перспективу к разрушению жизни. Или надо будет менять стиль, или будут очень последствия тягостны для судьбы. Видите, причина – это движение в сторону наименьшего сопротивления. Вот мне как бы не мезет мне смерть и повезет любви, да? Ну, то есть, как бы, если мне в любви не повезло, тогда повезет смерти. То есть, надо идти упахаться. Ну, то есть, если мне в любви не повезло, значит, надо идти упахаться просто. Это неправильное мышление. В любви не повезло, надо опять в любовь идти. Потому что женщине – это основа, это главное. Теперь замужние женщины, то есть замужем. Все нормально, фундамент есть, можно развиваться в деятельности. Но, как бы, надо следить за тем, что происходит дома. Если чувствуешь, что не хватает любви, все злятся, злиться дома, начинают нервничать, значит, надо меньше работать, больше дома находиться. Потому что женщины создают атмосферу. Если атмосфера истощается, даже тараканы злые дома бегают. Не то, что собачки гавкают, дети орут, муж недовольный. Это означает, атмосферы любви не хватает. Атмосфера создается женским началом, не мужским. Женским. Вот все в доме женское. Шторки, одеялки – все это женская энергия. Расстановка, все, пища – все женская энергия. Мужской нет в доме энергии. Только, может быть, рабочий кабинет. И то, если он рискнет сам его прибирать. А если не сам, то все, опять женское будет на нем. Ну, то есть, понимаете, дом соткан из женской энергии. Она там хозяйка. Поэтому женщины контролируют энергетику дома. Вот две женщины, допустим, в один дом заселились, в одну квартиру. Все капец начинается. Потому что они две начинают контролировать. Каждая по-своему. И начинается война миров. Звездные войны начинаются. Вот. Которые обычно заканчивают тем, что они разъезжаются. Больше никак не заканчиваются. Ну, то есть, видите, женщина должна создавать атмосферу. Если кто-то мешает, она нервничает, ходит. Так устроена жизнь. И на это же силу надо тратить, атмосферу создавать. В ребенка вкладывать, в мужа вкладывать. Если в мужа не вкладывать, женщина же это энергия, а мужчина это действие. Женщина это энергия. Она вкладывает всегда. Энергия. Она всегда заботится, переживает обо всем, думает. То есть, вкладывает силы. Женщина живет счастьем близких людей, не своим. А мужчина своим счастьем живет. То есть, он победил, стал счастливым. А женщина, она живет его счастьем. Если он победил, она стала счастливой. Если ребенка все хорошо, она счастлива. Женщина не своим счастьем живет, чужим. То есть, она вкладывает силы близких людей. Так устроена психика. На это же нужны силы, чтобы вкладывать. Итак, на квартиру силы нужны. На уборку силы, на детей силы, на мужа силы, на кошку даже. И то силы, потому что он жрать ходит, шторет постоянно. Вот. Ну, то есть, на все силы. Да? А в остальное время можешь поработать. Но если ты решила поработать, а потом пришла домой и силы ни во что не вложила, тогда там будет Варфоломеевская ночь, понимаете? Там будет, как бы, ведьмы летать на метлах. Ну, то есть, будет все плохо. И мужик, в конце концов, найдет себе какую женщину, которая будет в него вкладывать. Ну, потому что хочется же счастья мужчине. То есть, как ни крути, все равно семья главная для женщины. Если кто-то из вас сейчас в сердце подумал, не согласна, не согласна, хорошо, проэкспериментируйте. Экспериментом будет ваша жизнь, не моя. Я сказал и поехал дальше. А вам жить, понимаете? Вот. Не согласна, экспериментируйте. 20 лет спустя, да? Посмотрим, что скажете. 10 лет спустя. Потому что мы говорим о долгосрочных вещах в жизни. Женщина, которая имеет устойчивость, фундамент в жизни, она может легко развиваться в деятельности. Не как мужчина. Почему? Потому что женщина по природе очень талантливый человек. Если у нее все хорошо в психике, то у нее очень сильно работает интуиция. У нее творческий потенциал гораздо выше, чем у мужчины. У нее возможность отношения, общения тоже очень высокий потенциал. Поэтому часто вот эти вещи, творческий потенциал, возможность общения правильного, интуиция, имеют очень мощные рычаги в развитии деятельности любой. Часто женщины, которые устойчивы, они легко добиваются хороших результатов. Но здесь вот, когда женщина добилась хороших результатов, нужно быть очень осторожной. В этот момент руководство дарит цветы и говорит, мы повышаем ваш в должности. Теперь у вас ответственности в два раза больше. И работать надо тоже в два раза больше. И вы должны сказать спасибо, я отказываюсь от ваших подарков. То есть женщина должна знать, что если она на себя наваливает больше, потому что у нее получается, вот в этот момент она теряет, терпит поражение. Потому что в это время включается истощение, то есть женщина может эффективно работать, но немного. И ответственности должно быть тоже немного. Но если женщина решила впахаться, то она просто сгорит. И когда вот она решила впахаться, когда это два варианта, или замужняя женщина решила больше, как бы надо больше что-то от работы, тогда четыре стадии. Первая интересно, вторая устаю, третья надоела, четвертая ухожу. А вот если женщина не замужем, у ней всегда так будет, потому что она ищет семью на работе. Поэтому она будет первая интересна, вторая устаю, третья надоела, четвертая ухожу. Четыре стадии развития деятельности для женщины, которая не понимает, что на работе нужно быть очень аккуратной, в том плане, чтобы не упахиваться. Женщина может упахиваться однозначно, но только короткий промежуток времени на работе, потому что у ней вот эти процессы запускаются, переутомление. Когда женщина упахивается дома, у ней тоже бывает переутомление, но оно не имеет таких глубоких последствий, потому что когда женщина устала дома, она, ну как бы на мужа сорвется, там мозги ему вынесет, ну на детях там успокоится и опять будет упахиваться. А вот если она на работе переутомилась, там системные разрушения идут внутренние, то есть она ее тошнит даже думать, вот она где-то перенапряглась на работе, ей даже тошнит думать об этом месте, она думает, надо в другое теперь идти и так далее. Она просто разрушается, возможность действовать в результате. Для нее как она, как ошпаренная становится. Дома перенапряглась, как мозги повыносила, успокоилась, а на работе так не получится. Особенности женской деятельности разобрались, да? Ну и соответственно есть разные женщины, есть женщины-руководители, есть женщины-бизнесмены, есть женщины-преподаватели по природе или просто творческие женщины. Надо свою природу знать, понимать. В каждом виде деятельности все равно женщина остается женщиной. Допустим, женщина-руководитель, она должна без боя управлять. Это означает, что она должна учиться, как мать со всеми себя вести, наказывать по-доброму. Поощрять спокойно, наказывать по-доброму. Ну то есть если она видит, что она начала насилие над кем-то совершать, жестить, значит она вышла из своего русла женского. То есть она попала не туда, не в том направлении движется. Или женщина, допустим, которая кого-то преподает, дает знания кому-то, тоже начала там фрокенбок, стала там домом учительницы. Ну то есть тоже неправильно. Добрый подход, женский. Сила у женщины вся в любви. Можно наказывать с любовью. Ну то есть нет любви, нет жизни. Как материнская энергия должна работать. И вообще, женщины, знаете, вот в современном обществе у женщин переистощение идет из-за просто неправильного мышления в целом. Вот смотрите, у женщины, которая хочет быть успешной, у женщины, у нее должно быть материнской энергии 40%, 40% дочерней энергии и только 20% энергии любимой. И эти 20% они где? Дома, в семье. Вся энергия наружу, вот если женщина, ну как бы как раньше было, женщина наружу на улицу выходит и старается укрыться, чтобы ее не видно было. Вот. А дома раскрывается, одевает самые лучшие наряды, красится перед мужем, перед детьми и все счастливы. Она отдает всю красоту близким. Сейчас как? Женщина приходит домой, как бы попроще одевается, вот, макияж себя смывает, вот, и пантера такая ходит, пантера по дому. А когда на улицу накрасилась, оделась и пошла, всю красоту посторонним мужикам. А дома никто красоту не получает, вот они гуляют, потому что красоты-то нет, не хватает. Неправильное мышление, понимаете? Женщина должна в деятельности иметь 40% материнской энергии, 40% дочерней. И тогда она себя сохраняет, потому что энергия любовницы или любимой, это самая сильно расходуемая энергия. Как в компьютере есть такие, как бы, режимы, когда батарея садится за 5 минут. Ну, то есть женщина включила вот этот режим любовницы и пошла на улицу. Батарейка садится очень быстро, потому что энергии очень сильные. Они задевают людей, как бы, сильно. А энергия матери, энергия дочери – экономный режим. Можно много сделать и не перенапрячься. Думай, 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 думай. Как бы, ну так. Теперь мужчины. Все то же самое. Движение в сторону наименьшего сопротивления разрушает жизнь. Как это у мужчины происходит? Начал работать на каком-то месте, чувствует, не получается. Дальше что? Умотал. Потом на следующем не получается. Умотал, на следующем умотал. Потом вообще нигде не работаю, жду, когда Бог даст хорошую работу. Да никогда не даст. А потом так, как мужчина, который, вот знаете, как говорится, машина, которая не ездит, она гниет. Так же у мужчины, точно так же. Если он не работает, он гниет. То есть он начинает пить, гулять. То есть у мужчины так устроена психика, что ему надо постоянно волевые усилия над собой содержать, чтобы быть, в принципе, здоровым и счастливым человеком. Как только мужчина отдыхать начал, расслабился. Есть несколько вариантов. Первый вариант – бабы. Второй – водка. Третий – развлечения различные. Все. Больше нет вариантов, понимаете. Или аскезы. Ну, то есть человек не работает, мужчина. Дальше посты, тренировки, молитва длительная и так далее. Не работая, значит, вот аскезы. Работать над собой, значит. Но если мужчина сидит на заваленке и думает, когда же я себе работу найду? Да никогда ты себе работу не найдешь, потому что работа для мужчины находится следующим образом. То есть надо пахаться где-то. Когда мужчина начинает работать, он должен пройти четыре стадии для успеха. Первая стадия – принимаю работу, привыкаю. То есть терпение, терпит работу сначала, которая работает. Это где-то годика полтора. Потом вторая стадия – принимаю работу. То есть уже нормально мне работать. Потом дальше – успокоение на работе. И когда успокоился, человек в этот момент понимает, это его работа, деятельность или нет. На это уходит где-то три, три с половиной, четыре года на одном месте. И тогда, когда ты уже привык, ты тогда можешь дальше понять, что тебе это подходит или нет. Потому что сразу не поймешь даже с точки зрения, что мужчина может только через три или четыре года в принципе понять, он успешен там или нет. Потому что успех у мужчины никогда не развивается за два-три года. Никогда. За три-четыре, да, на одном каком-то месте. Потому что мужчина очень медленно въезжает в тему. Ему нужно время, чтобы пахаться, въехать, понять, почувствовать себя. Ну и мужчина, который через каждые полгода меняет работу, он никогда не въедет. Он так и останется ватрушкой на первой стадии развития. Потом ватрушка с пивом становится. Хорошо, если с творогом, понимаете? То с пивом ватрушка становится. И все тогда вообще уже как бы патовая ситуация. Теперь мужчина, который как бы все-таки понял, как правильно жить, он решил терпеть на работе, развиваться. Тоже дальше идет засада. Он переходит на следующую стадию, становится работоголиком. Ну, нашел себя в работе, начал упахиваться. Дальше отдыха никакого нет. Домой пришел телевизор, потому что сил, волевая сила закончилась. А когда у человека закончилась волевая сила, ему нужно садиться. Ну, его психика требует развлечения просто. Развлечение не наполняет человека силой. Она просто его успокаивает. Ну, как, допустим, вот у ребенка есть два варианта, допустим. Или он сисю сосет или соску. Когда мамы нет, то соску ему. Как бы он думает, что это сися сосет, а не получает. Питания нету от соски. Это просто, ну, как бы нервы. Он успокаивает нервы себе просто, что нет сиси, хотя бы соска. Ну, то есть, другими словами, надо понять вот этот принцип, что мужчина, который сидит перед телевизором вечером и думает, что он отдыхает, это самообман. То есть отдых всегда бывает только во время аскезы на природе. Если бы пробежался, допустим, после работы, там, 500 метров, там, километра два, три, четыре, ну, не десять, максимум пять вечером, то потом домой пришел счастливый, наполненный, или в волейбольчик там поиграл с ребятами, еще что-то. Ну, что-то такое двигательное, радостное. И тогда мужчина расслабляется. Но если он сел перед телевизором, думает, что он расслабится, он не расслабится, он просто успокоится, снимет напряжение. Но отдыха не будет. И поэтому психика такого мужчины зажата, в ней нет сил. В результате он не уделяет время жене, не уделяет время детям. Потому что нет сил. На жену нужны силы, а ты упахался, сил нет. И тот, который дома сидит, тоже жене и детям времени не уделяет, потому что его рвет на части. Понимаете? Ну, то есть, не может мужчина бездельничать. Его просто... Он начинает орать на всех там, злиться, выпивать. Ну, то есть, он с ума сходит. Потому что у мужчины энергетика, она такая, что она постоянно из него прет энергия. То есть, он не может просто расслабиться. Вот женщина, допустим, дома, ей хорошо, что энергия из нее не прет. Она всю энергию отдает близким людям. Но у мужчины, он ничего никому не отдает. Она у него скапливается, ему нужно побеждать всегда. Его энергии на победу направлено. Даже жену, там, детей, ему всех надо побеждать постоянно. Его энергии на победу направлено. И поэтому, если побеждать некого, то он с ума просто сходить начинает. Ну, естественно, отрывается на жене. Ну, то есть, или секс каждый день, или нервы мотать, или если жена уже все, у нее уже сил нет терпеть это все, то тогда выпивон пошел. Или еще куда-нибудь гулять. Ну, то есть, мужчина, если он не занят ничем, то он начинает просто деградировать. Вот и все. Ну, а если занят, то опять опасность перенапряжения. То есть, здесь нужно балансировать себя, смотреть за собой, следить. Потому что мужчина думает, что если упахаюсь, то тогда я и смогу быть успешным. Вот это классическая ошибка мужского мышления. Он думает, надо больше работать, еще больше, и тогда успех. А чем больше он работает, тем больше истощение, нервного напряжения, усталости и срыв, в конце концов. Или болезнь тяжелая. Потому что мужчина болеет только в реанимации. У него нет ощущения вообще, что он больной. Мужчина так тело устроено, что он не болеет, он сразу умирает. Или почти умирает. Поэтому, женщины, имейте в виду, что у вас есть три стадии развития болезни. Первая стадия – больна. Вторая стадия – очень больна. Третья – вдова. Мужу мозги вынесло, он умер. Потому что у женщины психика всегда на защиту направлена. Поэтому, если ей плохо, значит, виноват муж по-любому. По-любому. То есть, на защиту психика направлена. Поэтому мужик виноват. Ей плохо, мужик виноват. Но он виноват, соответственно, он… Чем больше виноват, тем меньше жить осталось. Ну, такая система. Вот. Ну, то есть, вот на второй стадии развития мужской личности нужно учиться, понять, где же успех. Успех не в том, чтобы упахаться. Хорошо научился работать, любишь трудиться много – хорошо. Теперь научись отдыхать. Научись трудиться в сердце. Научись молитве. Научись на природе двигаться. Научись йогу делать. Вот неподвижные положения тела укрепляют психику, тоже нервную систему. Ну, гантельки тоже мужчине хорошо. По-любому вот эти вот силовые упражнения для мужчины хорошо. Потому что они и расслабляют. Вот, допустим, вечерком пришел, потягал какие-нибудь гантельки. Вот сейчас можно в любой квартире поставить небольшой силовой комплекс. Потягал что-то чуть-чуть, буквально 15 минут, и все. И легко стало. Расслабило. Хорошо тоже ванна помогает для расслабления. Не душ, а именно ванна. Посидеть в ванне просто. Мужчинам хорошо после рождения расслабиться тоже, снять напряжение. Или просто прогуляться на свежем воздухе. Вот так вот. Такое мышление. Какие особенности мужской психики, какие основные препятствия в современном обществе для развития мужчины в целом? Главное препятствие – это неуважение старших. В нашей стране особенно. Мужчина, который не уважает руководство, не уважает правительство, он никогда не сможет занимать высокое положение в обществе. Это просто невозможно. Или он будет просто упахиваться постоянно, или будет пытаться сам свой бизнес делать. А даже свой бизнес без уважения старших опять пришла проверка, и все разбомбили. Потому что для того, чтобы, понимаете, есть Восток, есть Запад. Поймите разницу мышления. На Западе всем управляют законы. Запомнили? Поэтому коллегиальное управление. То есть управление с помощью коллектива идет. Или там, допустим, демократическое управление обществом. Понимаете? Потому что законы всем управляют на Западе. Там вот, ну кто был в западных странах, знает, что люди вообще в принципе не понимают, как не по закону действовать. Они страшно боятся этого. Ну, допустим, через дорогу, вот допустим, если в Риге маленькая дорожка такая, машин нет, светофор горит красный, все латыши стоят, все русские идут. Я вот точно вам говорю. И хоть я там уже 20 лет лекции читаю в Риге, ничего не поменялось. Я не могу стоять на красный свет, если нет машин. Потому что я не латыш, понимаете? А латыш никогда не пойдет. Он будет стоять, потому что это не по правиле, не по закону. И они поэтому, когда видят русский идет, им неприятно это видеть. У нас не западная страна. У нас восточная страна. На Востоке всем управляет человек. Не закон, а человек. И поэтому вы хоть какие законы сделаете, все равно договариваться с человеком придется. Поэтому на Западе люди должны уважать законы сильно, и тогда они будут развиваться. А на Востоке люди должны уважать старших или человека. Не будешь уважать человека, не будешь развиваться. Вот ты хоть убейся. Вот хоть как, вывернись, не получится ничего. И чем восточнее, тем сильнее надо уважать человека. Допустим, в Казахстане еще больше надо уважать человека. В Индии еще больше надо уважать человека. В Японии еще больше надо уважать человека. А в Америке уже закон. Это уже Запад пошел. Понимаете систему, да? Ну, то есть, для мужчин, потому что мужчина, природа сама по себе такая, она конфликтная у мужчины. То есть, и женская природа, она гармоничная с этим миром. Женщины создают гармонию везде. Они гармоничные. А мужчина, он как бы такой, у него из вызова соткан. Даже, допустим, женщины и мужчины меня по-разному слушают. Женщины вот так слушают. Питывают все. Потом полностью меняют всю свою жизнь. Все. Полностью. Вот, они как заново, как бы, у них идет матрица вся, как бы, наполняется. Мужчины вообще не так слушают. Они смотрят. Особенно, ну, первый раз, если мужчина на лекцию приходит, он смотрит, думает, дурак, не дурак, дурак, не дурак. Слушать, не слушать, слушать, не слушать. Такое смотрит. Целую лекцию сидит, так думает. Вот. Потом, когда уже, ну, он понял, что, как бы, нормально все вроде, говорит, как я понимаю, мужчина, как я понимаю, говорит, все правильно, говорит, как я понимаю, ну, за редкими исключениями, вот. Он начинает слушать. И дальше, как он слушает? Согласен, не согласен, согласен, не согласен. Подумаю. Видите, совершенно другое восприятие мира. Психика по-другому. У женщины, у мужчины работают. Мужчина противопоставляет себя этому миру. Он пытается во всем разобраться сам. Ему не нужны готовые рецепты. Ему нужно дать направление, и он туда идет. Поэтому мужчине тяжелее принимать руководство, кого бы то ни было. А именно в деятельности всегда тот, кто имеет возможность, имеет возможность принимать руководство и занимает самую сильную позицию в жизни. Вот в этом противоречие. У женщины, наоборот, она легко принимает руководство. Она легко принимает руководство. Но она теряет себя в отношениях с руководством. В деятельности, в деловых отношениях женщина, она очень доверчива по природе. И она доверяет себя руководству. И руководство начинает ее эксплуатировать. И потом она сгорает в отношениях и разрушает отношениях. Потом думает, другой человек, сейчас другой человек, он не будет меня эксплуатировать. Но мужчины всегда, если увидят, что кто-то ему доверяет, он сразу начинает эксплуатировать. Так устроена природа. Поэтому женщинам надо поменьше доверять руководству. Выполнять обязанности. Но не приближаться, не сильно верить в старших. Ну, уважать все, но не сильно отдавать себя старшим. А вот именно так и происходит. Потому что женщина, когда она одинока, когда она одна, ей же нужно прибежище какое-то. Ей нужна защита. И она сразу, защита это мое руководство на работе. И попадает в засаду, потому что там начинается эксплуатация. Я даже столкнулся с таким случаем. В общем, одна женщина из Москвы, она работала где-то у какого-то очень высокопоставленного человека. И очень хорошо работала, но он ее начал юзать очень сильно, эксплуатировать. И дошло до того, что она говорит, я увольняюсь. Он говорит, нет, ты не уволишься. Она говорит, я уволюсь. Он говорит, ну если ты уволишься, то ты нигде не найдешь себе работу. Ну то есть он ее в рабство взял фактически. И у него были такие полномочия, что она не смогла бы найти себе работу. Такие структуры, что вот имеют такое влияние. И она со слезами на глазах говорит, не знаю, что делать. Я говорю, поменяйте отношение к нему. Перестаньте быть рабом. Ну то есть уважать старших для женщин не означает предаваться старшему в деятельности. Потому что предаваться жене надо только мужу. А старший это не муж, это просто начальник. Женщина от него на дистанции всегда держится. А если дистанция теряется, он может даже потом ее в постель затащить с угрозами, чтобы выгонять с работы. Такое тоже может быть. Когда в институте учился, я видел много примеров, когда женщины сдавали экзамены, отдавая свое тело преподавателям. Распространенная практика. Понимаете? То есть женщина доверяет свое тело для того, чтобы просто не напрягаться в экзамене. Тяжелая ситуация, конечно. Это потом как себе в сердце смотреть после этого. Итак, мужчина должен учиться смирению, уважению по отношению к старшему, но при этом не терять себя, не терять свое мнение. То есть сохранять свое достоинство и при этом уважать старшего. Такой человек сильно развивается в деятельности. Так для мужчины очень сложно сохранять баланс. Вообще мужская психика очень тугая на подъем. Вот женщина, она легкая на подъем, но как раз и все. И потом раз и все. Ну то есть она легко поднимается, легко гаснет. То есть она легко меняет волевую свою позицию в жизни. То есть если легко начать что-то делать, легко закончить делать. Вот. А мужчина, ему как бы разогнаться в деятельности очень сложно. То есть, допустим, женщины могли замечать, если с мужем живешь, допустим, помой пол, он сейчас. Ну помой пол. Хоть ты еще не хочешь мыть? Нет, я не сказал, что не хочу. Сейчас. И как бы раскочегаривается целый час ходит, чтобы заставить себе пол мыть. А потом не может остановиться уже. И там помыл, и сям помыл. Уже не знает, где еще помыть. Ну то есть ему медленно, он разгоняется, а потом не остановишь. Птихка так устроена. Мужчины в целом. Поэтому мужчинам надо просить делать что-то большое, глобальное. Допустим, а где на гурец сама порежу? А вот, допустим, почистить картошку ведро? Можно, конечно, вложиться. Попросить его раз пять. Ну сядет и будет шуровать эту картошку. Если начать ему это делать. А если он привык картошку чистить, так его и просить не надо. Он скажет, жди отсюда, я сам почищу. Потому что он уже привык. Он постоянно чистит картошку. Все, он уже как бы... Это его работа, все. То есть он пахался, все. Он теперь будет всю жизнь картошку чистить. Его уже не остановишь. Понятно, да, как работает психика мужчины? Разогнать ее, раскочегарить очень сложно. Психику мужскую очень сложно. Особенно женщины опасно, если мужчина... Вы повелись... Вот смотрите, сначала, когда мужчина работает, и только вот он только ушел с работы. Вот только ушел с работы. У вас есть максимум пять дней, чтобы дать ему пинка под зад. Чтобы он искал новую. Вот если он на две недели зависнет, потом вытащить мужика из квартиры, это просто капец, как сложно. Понимаете? То есть его расслабило, и все. И он ходит уже, я не знаю... То есть пошла, идет деградация. У него теряется волевая сила. Начинает сильно похоть, возрастать. Секса хочет каждый день. Ну то есть жрать много начинает. Вот. Смотреть телевизор целыми днями. То есть ну просто с ума будет сходить. А если еще там он подсел на пиво, там и тогда все капец просто. Понимаете? То есть нельзя мужику давать возможность долго отдыхать. Конь должен скакать. Понимаете? Ну то он и конь, чтобы скакать. А если он остановился, то все. Значит тогда он превращается в свинью уже. Из коня. Вот так устроена мужская психика. И потом дальше себя вытащить из этого болота мужчине так трудно. Он создает всякую философию, что еще не родилась работа, которую бы меня взяли. Ну совсем объясняет уже. У мужчины очень философски сложен ум. И он постоянно рассказывает, вешает лапшу жене на уши. Почему у него так произошло? И почему Олег Геннадьевич не прав в данном случае? Вот в моем случае Олег Геннадьевич не прав, потому что у меня все не так. То есть я не работаю, потому что, потому что. И целая философская выкладка как бы. Все началось пять лет назад. И так далее. А все же очень просто. Просто некому дать пинка под зад. И вот в древней культуре, понимаете, там были формации, отношения такие, как сейчас. Был, допустим, дед старший, который мог прийти и просто сказать, иди на работу, хваля, болтай. И тот слушает, потому что он как бы уважает деда. Он идет и на работу, и ворчит, но идет. Понимаете, сейчас такого нет. Никто не может мужчину заставить, кроме слез жены. Запомните, у женщин есть самое сильное оружие против мужчины. Это слезы, направленные на кого? На себя, да. Села и плачет тихоря. Мужик подумает, что такое? Ну, что я? Да дура я у тебя. Не могу тебя заставить на работу пойти. Плачет. И он такой поставил, ну ладно, завтра пойду. Вдохновился. То есть мужчину надо вдохновить. Единственный способ вдохновить мужчину, это горе жены. Вот жена в горе. Если она его пилит и плачет, это будет наоборот. Он на зло не будет ходить. Вот если она плачет, я виновата, я плохая, тогда он может и согласиться с этим. Но совесть у него все равно начнет работать потихоньку. Вот так вот. Ну, вообще, как бы успешный человек, какой это человек успешный? Тот, который любит труд в деятельности. Хоть женщина, хоть мужчина. Примерно такая тема. То есть человек должен твердо знать, что он властелин своей судьбы. Каждый человек. И если вы чувствуете, что у вас что-то не получается, не лезьте на пролом. Существует метод постижения правильности, понимаете, отношений с временем. Вот смотрите. Ломанулись, блок. Ломанулись, блок. Ломанулись, блок. Больше туда не ломитесь. Потому что там ваше поражение. Оно именно поражение в том, что туда пошел дальше в этом направлении. Допустим, хочешь развивать бизнес, блок. Развивай себя. В это время, это время предназначено только для развития для себя. И это самое уникальное время в жизни. Когда у тебя ничего не получается снаружи, развивай себя. Потому что потом, когда ты это время переждешь и будешь развивать себя, потом тебе цены не будет. Ты такой стартап сделаешь, что никто за тобой не угонится. Понимаете? А все, кто в плохой период жизни, они тельняшки рвут. Они просто израсходуются в этот период. И когда хороший период начинается, у них нет сил делать. Потому что они израсходовались, когда был плохой период. Ну то есть люди в целом неправильно живут. Они упахиваются в плохой период и потом отдыхают в хорошем. Ну бизнес пошел, его расслабило, он уже не может ничего делать, потому что перенапрягся. В плохой период надо работать над собой, копить силы. В хороший период в рывок делать в бизнесе, в деятельности. И так все время меняться. Надо на пульсе руку держать. Пошел плохой период, развивайся как личность. Хороший период. Работай. Очень важно это понять. Но люди в основном делают все наоборот. Потому что они всегда конфликтуют, враждуют с временем. А время надо принимать. Вот допустим, время тебе говорит, ты устаешь на работе, иди на природу, значит, переключайся. Человек не обращает внимания, он пытается пробить башку и стену. Ну то есть, результат башка пробьется, а не стена. Ну то есть, в целом, настрой правильный, что ты должен добывать счастье, сражаться за свою счастье. Вопрос где? Большинство людей думают, что сражаться за счастьем надо только в деятельности. И это ошибка. Это ошибка, причем не человеческая, это ошибка вообще мышления в целом. И этой ошибкой пользовались в древней культуре для того, чтобы добывать воду из колодца. Ну то есть, брали удочку, вешали как бы ослу, морковку перед ним. Ипотека написана, морковка ипотека. Вешали морковку. И не надо следить, понимаете? Он как бы, он такой думает, щас ем. И так раз, рывок делает, морковка ближе, и там так все рассчитано, что он не может дотянуться. И он такими рывками, как бы воду добывает из колодца, целый день ходит за морковкой, понимаете? Главное стимулировать, правильно. И он эту морковку, как бы всю воду же идет. Классно. Понимаете, главное осла найти. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что у нас только один способ понимания, зачем мы живем. Это морковка, понимаете? Вот это материальное счастье. А есть же, вот самая главная часть этот человек получает от отношений, от любви, от верности, от самосовершенствования. И самое интересное заключается в том, что если от морковки отвлечься, ты, получается, быстрее ее и получишь. Потому что, когда так бывает, что осел вошел в депрессию, то работодатель сам ему от эту морковку отвязывает для стимуляции, как бы, развития личности. Он ему эту морковку скармливает, чтобы он немножечко, как бы, ожил, поверил в себя. Может, почаще останавливаться тогда, что? Морковка и так ворвот придет сама собой. В общем, идея такая. Следите сейчас за моей мыслью. Она очень и будет очень сложная и важная. Вот смотрите, когда человек упахивается, он устает, у него снижается энергетика, и в результате он неэффективен на все 100%. Теперь, когда человек не упахивается, он действует с любовью, работает, он сильный, крепкий, и КПД у него возрастает многократно. И в целом получается, что упахивается человек или не упахивается, на длительной перспективе получается одно и то же. Это можно понаблюдать, когда люди бегут длинную дистанцию, спринтеры. Если человек бежит, как ему комфортно, он потом обгоняет тех, кто рванули, потому что они потом сильно устают и просто плетутся, понимаете? Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что человек должен четко чувствовать, сколько ему надо работать, чтобы не перерабатывать. И это и есть золотая жемчужина, а в остальное время человек должен развиваться как личность. И что с ним происходит? Он повышает свой статус в обществе. Вот когда человек упахивается, что он повышает? Он аскезой добывает деньги. Он как бы напрягается и деньги добывает аскезой. Но когда человек работает, сколько ему Бог дал, а остальное время развивается, он повышает свою силу, разума, интеллект. В результате постепенно он в других кругах уже оказывается. Проходит 10 лет, и он уже не там работает, где он работал раньше, а у него другие круги жизни более высокие, и там деньги добываются легче. Вот те же самые, а может быть гораздо больше. Понимаете? То есть, человек должен впахиваться именно в самосовершенствование, а свое плохое положение в обществе он должен терпеть. Вот я так жил всю жизнь, вот когда с юности, я не упахивался. Я всегда пытался лечить людей, заботиться обо всех, работать над собой, молиться. Я в студенческие годы работал сторожем, дворником, какая-то низкооплачиваемая работа, и просто выживал. Очень скромно питался всегда, скромно одевался, но очень сильно вкладывался в то, чтобы заботиться о людях, лечить всех. И уже на четвертом курсе у меня лечились преподаватели. Преподаватели института лечились у меня, приходили, потому что я уже начал видеть точки там всякие, массировать. Ну, то есть, уже такое лечение, более глубокое понимание человека, организма. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что надо себя остановить вот в этом жажде денег, и квартиры, и машины вот в этой жажде надо себя остановить. Опять же, на дорогосрочную перспективу посмотреть, допустим, ты упахивался, допустим, вот столько-то, взял ипотеку. Ипотека, это значит, что ты будешь должен платить два раза больше. А если ты, допустим, просто не берешь ипотеку, а купишь, 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 раз комнату купил, потом еще одну, потом обменял на квартиру, понимаете? То есть, получается, и по деньгам даже еще меньше, чем квартиру купить. И работал в два раза меньше, понимаете? А работать, это почти половина жизни. То есть, это, представьте, ты пол жизни отдал на то, чтобы квартиру взять пораньше. Это же безумие просто. То есть, ты пол жизни отдал, вот неужели это стоит квартир твоей пол жизни, или там четверть твоей жизни, чтобы пораньше просто в ее въехать? Неужели это стоит того? Может быть, лучше впахивается в любовь, в отношения друг с другом добрые, тогда и в маленькой квартире будет хорошо жить? Видите, у людей часто неправильное мышление просто. Они думают, что шмотки им заменят все, и поэтому во всю свою жизнь отдают именно этому. А это, ну, любовь ничего не заменит. Люди истощены в основном, все несчастные из-за этого. Никогда не пренебрегайте движением, потому что вы теряете продолжительность жизни. У меня есть один знакомый, он всю жизнь занимался духовной практикой, но он никогда не занимался тем, чтобы зарядочку сделать там. В результате рак и преждевременная смерть. Хотя человек очень духовный, развитый, но из-за того, что он не понимал, что нужен контакт с природой, он людей любил, Бога любил, но телу своему не отдавал времени преждевременной смерти, хотя духовно развитый человек. Это называется невежество. Понимаете, если ты не уважаешь тело свое, тоже невежество, ведь невежество. Невежество, неправильное отношение с Богом, с людьми и с телом со своим тоже. Есть много людей, которые духовно развиты, но с телом невежественное отношение строят. Поэтому они становятся инвалидами. И духовные практики уже не могут нормально заниматься, потому что тело болит, оно не дает возможности. Поэтому всегда будьте внимательны к этому вопросу. Ну, то есть, сейчас на беговой дорожке хотя бы, то у меня мама, она, как бы, на улице ходить не может, спотыкается, падает. Пару раз ее заставил походить, нос себе поразбивала, купил ей беговую дорожку. И она сейчас шурует на беговой дорожке. Ноги стали крепче, то есть, уже полгода ходит. Сначала ходила 2,5 км в час, 45 минут, сейчас уже 3,5 час ходит 45 минут. Все, уже ускоряется, становится быстрее идет. Вот. Ну, то есть, как бы, вот так человек должен выживать. Я говорю, мама, день не прошла, на день себе сократила жизнь. Каждый день нужно больше, больше двигаться, потому что человек, который не двигается, он преждевременно стареет. Вот вы меня не спрашивайте после лекции про здоровье. Я вам буду одно и то же всем говорить. Вот столько надо идти, столько стоять, столько поститься. Все, больше нет никаких методов вылечиться, понимаете? Ну, можно семена там в уши поставить, камни какие-то, таблетки попить. Это просто балансировать организм. Но там балансировать нечего, понимаете? Потому что старение означает или перенапряжение организма, или жар лишний, или лишний вес. И если там уже все зажато, забито внутри, там нечего балансировать, ты таблетки пьешь, тебе не помогает. Почему? Потому что энергетика не работает как надо. Чтобы она работала как надо, всего три вещи нужно делать. И все эти три вещи называются аскеза или желание жить. Определите, вы хотите жить или нет. Не можете делать йогу? Не можете поститься? Не можете длительно двигаться? Тогда готовьтесь к земле. И это будет правда, понимаете? Это значит, что вы жить просто не хотите. я иногда бегу по природе, бегу, бегу, смотрю, бежит парень молодой. И я сравниваю его тело со своими, вижу, что он стареет от меня. Почему? Потому что у меня тело лучше приспособлено к аскезе. что оно терпит нагрузки, а у него нет. У-у-у-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok